Где вы защищались? Герцена. Вообще я закончил СПБГУ изначально, но в СПБГУ начали вводить новые правила защиты. Там надо было переводить диссертацию и на русском, и на английском нужно было иметь обязательно. Да, 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 да. Правила защиты сейчас у некоторых особых университетов, они могут быть изменены. Ну, то есть СПБГУ делает свои правила ближе к западным, пытается их сделать. Они хотели с самого начала давать PHD вообще, в принципе, вместо кандидатской, но чтобы у них особый статус у СПБГУ был. И они давали свои, в общем-то, корочки в обход в АКУ. Вот они как хотели это сделать, но не получилось, потому что, ну, не знаю, почему не получилось. У них, в общем, все равно в итоге своя система получилась выдачи, но вот PHD они все равно не выдают. И мы, в общем, с научником подумали, что как-то лучше идти в другой университет, защищаться. Во-первых, русский и английский, то есть два таких кирпича, просто тупо на английском писать легче, чем переводить на английский вот такую вот громаду. Вот если бы с самого начала сказали на английском написать два раза легче, а тут и на русском, и на английском как бы. Я подумал, ну, чтобы за перевод не платить дополнительно, чтобы самому не переводить, чтобы вот не получать какой-то странный документ в итоге. Непонятно, какой он там от СПБГУ будет, там тоже какие-то свои формулировки странные, в общем, в нем записаны в этом документе. То есть там кандидат философских наук, СПБГУ, вот так бы было бы написано. То есть непонятно, непонятно, мы с научником решили, идем в Герцена. Ну, это же не ВАКовский тогда, СПБГУшный, да. Ну вот, в Герцена через ВАК, ну, в общем, в Герцена защитился в Совете и в ВАК. А где публиковали? В пять журналов, политех, политехнический там журнал, ну, знаете, да, политехнический университет в Питере? Знаю, знаю. Да, вот там есть гуманитарная кафедра, и там три статьи из пяти. Ну, вообще, три обязательно сдать, чтобы сейчас защититься, три. Три из пяти я туда напечатал, потом в РХГА, религиозно-христианская гуманитарная академия. Ну, вот, она просто есть тоже, там философией много занимаются. Ну, там много гуманитарных различных тем, может быть, вы о ней не слышали. Это в Питере, да? Тоже в Питере, РХГА находится. Это где же она? РХГА, ну, вот, там на Невском надо завернуть немножко в сторону, вот в центре, где-то в центре. Вообще в центре. А чья она? Православная или католическая? Не знаю, там, говорят, ну, она не то, чтобы... Она государственная, вот что дело, но разбирается с религией. Религия, как, с одной стороны, ее изучают, с одной стороны, там разные религии изучают, и философию хорошо изучают. Вообще в РХГА топовый набор философов, как бы. Ну, одни из самых лучших преподавателей, это Герцена и РХГА сейчас в наши дни уже, так как ни странно, в СПБГУ многие хорошие преподаватели ушли оттуда просто уже. Российская христианская... Российская христианская гуманитарная академия, РХГА. Вот. Ну, то есть, это хороший вуз для гуманитарного образования, если что. Если кто-то интересуется, друзья, РХГА хорош. Особенно если вы христианин, там много чего узнаете. Христиане там, кстати, учатся, но, по-моему, разные. У них крестики разные просто по форме, но я подумал, они все разные христиане. Ну, то есть, не думаешь... А там у них есть и свой совет, да? Своего совета в РХГА по антологии нет. Просто в СПБГУ даже не было по антологии. А почему у них есть совет-то? Я не знаю, честно говоря. Я не интересовался уже тогда. Что-то у них философия, если нет. Ну, философия – это очень большой спецспектр дисциплины. Нет, ну, как раз для христиан-то это вот эта вот... Вашь антология – это в смысле бытия, это, наверное, как раз. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, в общем, так. Так, и третий – это какой-то там просто платный журнал получился. Я даже не помню, там что-то про человека тоже было. Ну, он чисто я заплатил, чтобы был третий журнал, вот из разных журналов, чтобы они были. Получилось пять статей. Нормально. Ну, больше, больше, немножко больше, чтобы вдруг там изменят правила, там, или что-то произойдет внезапно. Подстраховались на всякий случай. Очередь не пришлось большую ждать? Какую именно очередь? Ну, ты когда защищаешься, там нужно, чтобы... Там обычно совет докторский, нужно ждать пару, в мое время так было. Не знаю. Это значит, там, если доктора одного уберут, а если кандидата, два кандидата защищаются в этот день. А, нет, так получилось, что я один защищался. Ну, планировали, что будет двое, но вот получилось, что один. Там второй слился внезапно. Я, правда, с доктором должен был, кстати, защищаться, как ни странно. То есть, сначала я, потом доктор, как-то вот так должно быть, было быть. Но потом доктор перенес, видимо, защиту, и я один защитился. Вот такое. Меня нашел один кандидат наук, чтобы мы с тобой защищались вместе. Ну, я бодренько говорю своим этим руководителям, вот я с таким-то буду защищать. Да нет, он докторское защищает. Ну, ладно, он говорил, что он кандидатское защищать. Ну, ладно. Ну, отошел в сторону, потом меня ищут, давай срочно. Потому что он оказался кандидата защищать. Он был такой большой уважаемый человек, все думали, что он уже доктора защищает. Бывает, бывает. А он защищал только кандидата, большой уважаемый человек в институте. Вот так вот получилось. Да. Я помню такую суматоху, да. Ну, да, да, были такие времена-то, были времена. Были времена. А теперь моменты. Сейчас вообще очень много документов. У вас тоже, да, ваше время было много документов, надо собирать? Ну, я закрыто защищал диссертацию, может быть, не так много было документов. А что там, текст? Я месяц бегал с документами, там подписи разные, просто на разных этапах. Там пять этапов подготовки, пять групп документов. Я месяц просто бегал. Какие, что, например, документы теперь пять групп? Так, подписи, вот экспертиза должна быть проведена по работе, во-первых. Там три человека просто должны пролистать здесь диссертацию, написать документ, что вот норм. Хорошо, диссертация подходит. Документы, не знаю. Но это у нас называется рецензент. Нет, еще не рецензент. Рецензенты, помню, было два. Рецензенты потом. Были отзывы еще на автореферат. Да, 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 да. Рецензенты, они потом еще идут. И был отзыв ведущей организации, так называемой. Да, да, да. Они до сих пор, эти документы остались, но к ним прибавились еще дополнительные. То есть в Герцена собрали отдельную комиссию из трех человек. И они просто вот типа пролистали ее и сказали, ну, как бы, да, можно защищать эту работу. А потом документы по антиплагиату. Там просто я действительно, я месяц бегал с этими документами. Надо постоянно еще вот к главе совета обращаться, подпись. А по антиплагиату где-то справку надо что-ли брать, да? Да, это вот как раз я брал это у Герцена, у них, ну, их отдел, где они занимаются диссертациями. Вот они проверили всю работу на антиплагиат и выдали справку, что все норм, все хорошо. А сейчас с антиплагиатом вообще сложно. Много чего перецитируешь и все, как бы, до свидания, надо убирать статы. Ну, сейчас как-то так, очень интересно. Вот одна статья проходила в какой-то журнал, ну, тоже гуманитарная статья. А там, значит, они тоже на антиплагиат сами не проверяют, а там есть фирма, которая этим занимается. Да, есть фирма. И фирма, говорит, там, значит, 80% цитировано. А эта статья, видимо, она на кого-то ссылалась, там, да, элементы из других статей. Жду. Минуту. Минуту. Жду. Ну, значит, ну, они просят к ним обращаться в их фирму. Ну, обращаюсь в фирму, там, значит, напишут, что сейчас мы за умеренную плату вам сделаем так, что переделаем, что будет все нормально. Вот. Ну, а как это сделать? Какая умеренная плата? Ну, действительно, совсем умеренная плата. За статью там, ну, совсем умеренная плата. Вы, говорит, переводите, переводишь им эти деньги. И тут же они присылают справку, что все нормально. Молодцы. Ничего они там, естественно, не меняли, все как было, так и осталось. Справка, что все нормально. Вот такая вот контора, да. Очень хорошую справку заплатите. Ну, есть способы в интернете сейчас напрямую проверять бесплатно даже уже диссертации. Ну, то есть, можем приблизительно прикидывать, что там, как будет работать. У меня действительно, у меня там было много, 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 много именно, во-первых, ссылок много, во-первых. Там, ну, понятно, вообще-то работы такие вот исторические, с отсылками, с ссылками, с цитатами. Ну, вот гуманитарные, просто куча цитат обычно. Много цитат. Есть на цитировании, есть у меня более вот этот, тот так сказал, этот так сказал. Это, во-первых, с этого процента бегает. Во-вторых, я свои статьи полностью помещал, как главы отдельные. Пришлось немножко править, конечно, но вот. То есть, свои статьи уже тоже уже плагиат, да? Да, да, ну, то есть, как бы, не то, чтобы совсем плагиат, это надо как-то вот отметить по-особому, что это не плагиат, но программа там сложно это оценила. То есть, программа... Если вы действительно цитируете свою статью, ну, смысл диссертации в том, что вы вот изложили результаты ваши. Что я много лет работал над этим. А эти результаты должны быть опубликованы. То есть, получается, что они ужасно опубликованы, то опубликованы. Ну, в общем, там тяжеловато получилось. Ну, так и вы их защищаете, эти результаты, и в чем проблема, не совсем понятно. То есть, видимо, там, ну, не знаю, плагиат, это просто машинка, она сама считает автоматически, она не различает, где непосредственно авторский текст, где не авторский. Ей как бы вообще плевать. А вот уже человек, который это проверяет сверху, ему просто, видимо, было лень пересчитывать проценты, и он такой говорит, ну, может поправить, чтобы поменьше процента было, чтобы в документе было хорошо. Я такой, ну, хорошо, я убрал целую голову из-за этого. Вот не самое важное, просто на которой ссылка, в которой было много как раз красного вот этого вот отмечалось в плагиате, чтобы уж он так не особо, ну, вот, напрягался. Ну, вот такое диссертация, это, да, весело. Просто вот... Тяжкая жизнь. Да, ну, это самое тяжелое, что я за всю жизнь, наверное, сделал, это диссертацию защитил, в том смысле, что именно документы тяжело собирать было. Сейчас с документами возня ужасно. А когда защитились-то? В прошлом году, вот, в июне, получается, в конце июня, 14 июня вроде. А когда же вам прислали из ВАКа? Почти через год. Ну, то есть в декабре уже появилось, получилось, что они ее сделали только в декабре, и пришла она потом только весной. Весной бумажка, да, из Москвы прилетела ко мне. Вот так вот и работают сейчас у нас все структуры. Может, с философами только-то? Я где-то в ноябре защищался, а в январе уже была у меня бумажка. Везет, везет. Ну, вы в Москве, во-первых, вы, наверное, могли съездить в ВАК непосредственно забрать, или как это у вас там работало? Ну, забирал-то я сам, да. А, ну тогда, я просто через университет, там еще мужчина вот из университета ехал в Москву, забирал бумаги, все вот эти вот защиты, все вот эти вот, как это называется, дипломы. И потом он, там с ним еще месяц, просто из-за него еще месяц прибавился автоматически. Там нам объясняли, почему долго, потому что здесь специальный человек, который каллиграфическим почерком все это рисует, он там один, и он может только определенное количество этих работ сделать. Сейчас я вам покажу современный диплом, сейчас я достану его быстренько, просто это смешно, это смешно, сейчас, где он у меня находится, так. Вот он, да? Нет, это свидетельство о рождении, вот он, наверное. Диплом кандидата на луку. Вот бумажечка, вот она, просто бумажечка обычная. Обычная бумажечка. Да, большая, большого формата. А внутри чего? А4, просто А4 напечатали. А, но все-таки вот, это написано шадово-то, нет? Вот внутри там. Нет, это напечатано шрифтом шадово, сейчас вот. Это так он печатает, но как будто написано. Нет, это очень толстый шрифт. Соединены буквы друг с другом. Да, 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 есть такие шрифты, которые соединены, шрифты, они просто взяли, напечатают, и все, подпись, печать, и все. Две печати, подпись, нормально, я это ждал год почти, месяцев девять, наверное, месяцев девять, может десять. Эх, и такая бумажечка в итоге. Я еще пока не работаю, как видите. То есть... А что не работаете? Так получил недавно, потом коронавирус наступил внезапно, и университеты внезапно закрылись, и с подачи я опять пропустил немножко своих рабочих квалификаций. Все пропустил я, и стримлю пока, пока стримлю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok